Воскресное утро Вы знаете, тема моей сегодняшней проповеди называется следующим образом – исцеление через поклонение. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Господь окружил себя поклонением? Мы читаем в Писании, что там в тронном зале, где сидит Бог, есть четыре животных, есть старцы, есть архангелы, и все они поклоняются, и все они находятся в движении, и там непрестанно, 24 часа, 7 дней в неделю, на протяжении постоянного времени идет хвала и поклонение. Вы знаете, в Царстве Божьем есть атмосфера, и эта атмосфера создана окружением Бога, прославлением и поклонением. Я не знаю, встречались ли вы с людьми, а может быть и вы являетесь таковым человеком, который задумывался над тем, а для чего это Богу? Может сложиться впечатление, будто Бог нуждается в прославлении, да и в Писании сказано о том, что Он ищет себе поклонников. Но на самом деле, мы, когда посмотрим повнимательнее в Священное Писание, мы увидим, что Бог является самодостаточным существом, и у Него нет такой потребности, чтобы Его славили. Он не нуждается в этом. Тогда вопрос остается открытым. Зачем нужно Богу, чтобы Он был в окружении хвалы и поклонения? Именно об этом я хочу поговорить сегодня с вами. Давайте откроем Священное Писание. Первый текст, который мы положим в основании, записан у Иоанна в 4 главе, в 23 стихе. Но до 23 стиха я хотел бы, чтобы мы вместе с вами вспомнили эту историю, которая описана здесь, в 4 главе. Написано с 5 стиха, что Иисус приходит в один город самарийский, который назывался Сихарь, близ участка земли, данного Иаковым сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковле. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. «Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Очень люблю я этот стих. «Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Знаешь ли ты, что внутри каждого христианина есть этот источник воды, текущей в жизнь вечную. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Поэтому ты не можешь грешить, поэтому ты не можешь быть, как раньше. Поэтому твои мысли осуждают тебя, когда ты сбиваешься в сторону. Поэтому внутри тебя заложен некий магнит, который тебя тянет, тянет тебя к небесам, в церковь. Поэтому ты включаешь и смотришь сейчас по телевидению, чтобы увидеть и услышать Слово Божие. Поэтому ты открываешь Библию, поэтому ты молишься, потому что внутри тебя есть источник воды, текущей в жизнь вечную. И женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Она, конечно, думает о земном. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, господи, вижу ты пророк. Отцы наши поклонялись. Вот ключевой вопрос, к которому она подходит, когда она осознает, что он говорит ей тайны, и он знает ее судьбу. Она говорит, господи, ты пророк. И вот здесь вопрос, а что бы вы спросили у пророка? Представьте себе, пророк пришел к тебе. Пророк, ты вдруг встречаешься лицом к лицу с пророком. О чем бы ты говорил? Конечно, не о каких-то мелочах там, наверное, не о каких-то деталях. Тебя бы интересовало что-то самое важное, ключевой вопрос. И у женщины он прямо на повестке дня. Она не задумываясь, сразу же говорит, отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вопрос, у нее вопрос, где поклоняться? Если ты пророк, ты имеешь связь с Богом, скажи мне, где мне поклоняться? Подожди, женщина, а у тебя нету других вопросов? У тебя, по-моему, мужа даже нет. Пять мужей было. Ты устройство же хочешь жизни, наверное. Ты перепробовала многие разные пути, разочаровалась. И с которым ты живешь, это тоже не муж тебе. Может, впору как раз задать вопрос пророку по поводу судьбы личной? Она говорит, нет, 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 нет. Судьба личная, все вторично. В центре, в центре вопрос поклонения. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на Горесе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. И вот здесь внимание, ибо настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. И еще раз хочу ваше внимание обратить на мысль следующую, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Я остановлюсь на этом, можно продолжить дальше, но я хочу, чтобы этот стих был у нас в основании. «Отец ищет себе поклонников». А что есть истинное поклонение? Зачем он ищет себе поклонников? Друзья, один из комментаторов сказал следующее. «Поклонение – это часть религии, которую мне всегда было трудно понимать. Поклонение основано на всемогущем Боге, который создал людей и вдруг решил, что мы Ему должны поклоняться. Но мы не просили Его, чтобы Он нас создал. В нашей жизни и так много различных трудностей. Мы стремимся к независимости, мы далеки до совершенства, мы сражаемся со многими вопросами в нашей жизни. И при этом Бог ждет, чтобы мы поклонялись Ему. Но ведь Он совершенен и самодостаточен. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. У Него-то нет никаких проблем. И у Него нет никаких невосполненных нужд. Почему же я вижу людей, склоненных на колени, перед Ним? Почему же они поклоняются Ему? Слышите или нет, эти рассуждения, ход Его мысли направлены к тому, что Бог нуждается в нашем поклонении. Что Богу это нужно. На самом деле, это мы, люди, так думаем, что Богу нужно наше поклонение. Еще раз, внимание, мы думаем так, только в силу своей собственной испорченности и греховной природы. Мы, люди, в результате греха, грехопадения, где все механизмы внутри нас были сбиты и поражены грехом, мы хотим, нам нравится, мы тяготеем к тому, чтобы контролировать все вокруг нас. И нам нравится, когда нам воздают честь, нас слушают, и наша гордость питается, когда нам поклоняются. Если бы я искал поклонение себе, друзья, то я уверен, всем бы вам было бы противно от этого. Ну, что с Богом? Неужели Бог ищет поклонение себе, потому что Он нуждается в этом? Друзья, я думаю, что это не так. И абсолютно не так. В чем же ответ? Почему Бог вознаграждает, ищет себе поклонников? Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту проблему с другой стороны. Смотрите, в Едемском саду до грехопадения Библия говорит о том, что Адам ходил в прохладе дня с Богом. Между Адамом, между человеком и Богом не было никаких преград. Они могли общаться. Они могли беседовать на любые темы. Они могли проводить часы, дни вместе. Прохлада дня могла смениться вечерним легким вечерком. И они все еще могли быть вместе в общении. Друзья, но потом приходит грех. Все механизмы нашего существа становятся дефектными, пораженными. Это включает в себя нашу волю, наши чувства и даже наши физические тела. Но самое важное, грех поражает ту часть нашего существа, которое переживает наслаждение. То, как мы переживали наслаждение до грехопадения, или более точно было бы сказать так, то, как Адам получал наслаждение и удовольствие до грехопадения, и то, как Адам искал и получал наслаждение после греха, это совершенно разные, разные сферы и разные переживания. Это очень сильно отличается одно от другого. Потом приходит Иисус. Вы знаете, Писание говорит о том, что мы вместе, еще раз, мы вместе со Христом будем всегда. И Писание называет тебя и меня, нас вместе, единую, соборную, евангельскую, Божию, Христовую, Церковь, как хотите, назовите, но Церковь Христову называет все. Вместе нас Церковь-невеста, невеста, а Христос-жених. И Писание говорит, мы так всегда с Господом будем, когда мы разрешимся с нашими телами и вознесемся к Нему. Мы так всегда с Господом будем. Нам известно, что есть Бог Отец, нам известно, что есть Святой Дух, нам известно, что есть Сын. А Сын берет себе невесту. Четыре личности, четыре существа. Причем невеста, состоящая из огромного количества людей, в том числе и я, и ты, если ты принял Иисуса, как своего личного Спасителя. Четыре. И в Едеме их было четверо. Был Отец, был Сын, был Дух Святой. И был человек, Адам. И Бог ходил вместе с ним и общался с ними. Грех разрушил все. Теперь Иисус пришел. Он воссоздает этот круг. Он вырывает тебя и меня с этого греховного круга. И Он говорит, есть общение, есть другой путь, есть вот то, ради чего ты был создан. И Он вводит нас в этот круг общения. Но путь, которым мы входим, это и есть поклонение Богу. Я хочу немножко говорить о наслаждении. 36-й Псалом. Там написано так, в 4-м стихе. Наш русский перевод использует слово «утешайся». Слово «утешайся» в русском языке имеет порочную этимологию. На самом деле, в подлиннике это слово, которое более точно можно было бы перевести, как «наслаждайся». «Наслаждайся Господом». И Он исполнит желание сердца твоего. По-английски «delight». То есть, ты получаешь огромное удовольствие. Только высшую степень этого удовольствия, которое называется наслаждение. Словарь русский говорит о том, что наслаждение – это высшая степень удовольствия. И так ты Господом можешь наслаждаться. Ты наслаждаешься Господом. Вообще-то, друзья, само наслаждение было создано Богом. Вы знаете, весь этот мир на самом деле движется поиском удовольствий. Я буду использовать это слово, потому что в миру они очень часто греховные. И Иоанн говорит, что все, что в мире – похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская – не есть от Отца. Люди ищут переживаний, приятных переживаний. Почему люди зарабатывают деньги не только для того, чтобы просто прожить? Это минимум. Они хотят больше и больше и больше. Зачем? Ну, когда у меня будет больше денег, думают они, я смогу себе позволить и то, и другое, и пятое, и десятое. Я буду наслаждаться. Почему? Они ищут славы. Потому что слава, она приятна. Им нравится, когда они наверху. Почему люди, наконец, попадают в зависимости? Да потому что напряжение настолько большое, настолько сильное, что вечером, когда мужчина приходит домой, ему хочется расслабиться. Он не знает, как это сделать по-другому. Он наливает себе сто грамм. А молодежь подсаживается на наркотики. Почему? Удовольствие. Периодически я общаюсь с людьми, которые рассказывают мне, как молодежь вообще полгода собирает деньги и едет куда-то там на 3-4 дня, потому что там они знают, что они могут оторваться, как они говорят, и пережить. Какой-то кайф и какое-то наслаждение. Этот мир движим поиском наслаждений. Друзья, самое интересное, что Иисус никогда не покушался на само наслаждение. Он говорил, что могут быть разные источники его и могут быть греховные наслаждения. Помните, у апостола Павла в послании к евреям сказано, что Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой, чтобы иметь временные греховные наслаждения. Там вот есть слово греховные, но сам механизм, который вложен в человеке, это механизм от Бога. Грех сбил, поразил это, и мы теперь ищем, ищем это во всем, где только можем. Но я хочу сказать, что мы созданы были Богом с этой потребностью наслаждаться и восхищаться. Именно поэтому весь мир ищет и движим, ищет наслаждение и движим этим. Друзья, а кто является наиболее восхитительным? Скажите, кем можно больше всего бесконечно наслаждаться? Конечно, Богом. Именно Бог является самым восхитительным и самым прекрасным существом во вселенной. Он есть самый красивый, Он есть самый прекрасный, Он есть самый мудрый, Он есть самый восхваляемый, Он есть самый совершенный, если можно сказать так, потому что в совершенстве Его нет предела, нет границ. И на Его красоту хочется смотреть, и Его хочется созерцать. Я уверен, что нетрудно нам представить вечером красивый закат солнца или море, которое просто вот журчит. Говорят, можно бесконечно смотреть на огонь, на красивую природу, на пейзаж. Но Бог в миллионы разы больше, глубже, сильнее, ярче. И что самое удивительное, это неиссякаемо. Этот источник радости и наслаждения в Боге никогда не прекращается. Люди, которые пытаются наслаждаться чем-то земным, нын, раньше или пушит и надоедают. Люди устают от этих удовольствий, устают от себя самого, устают от грехов. Но когда ты питаешься и наслаждаешься Богом, это никогда не приедается. И ты можешь каждую минуту снова получить от Него этот импульс, и это чувство, и это уверенность, и это благословение, и это наслаждение. Теперь я хочу, чтобы мы соединили эти два момента. Первый из них, наиглубочайшим желанием человека является желание наслаждения. И оно заложено Богом. И второй момент, Бог самое восхитительное существо, которым можно вечно наслаждаться. и когда мы соединяем эти два момента, мы понимаем смысл поклонения, который состоит в том, чтобы мы восхищаясь им, получали наслаждение от Него. И разве это не Его любовь, что Он зная, что Он может нас удовлетворить, Он может нас наполнить, Он может нас благословить, Он может дать нам все, в чем бы ни нуждалась наша душа. Он говорит, приближайся ко Мне. Он не остался там на небе, где-то далеко, и мы не имеем никакого доступа к Нему. Это не так, мы имеем к Нему доступ. И Библия сказано, входите во дворы Его, идите в Его присутствие, идите с хвалою и с благодарностью. Я хочу немножко отойти в сторону и сказать о том, что я впервые пережил, наверное, лет в 13, вот это необычное чувство наслаждения в Его присутствии. Признаюсь вам, что никакая религия не могла бы удержать меня. Я был полмечты, у меня столько в голове всего, я не знал, кем я буду, я не знал, что будет со мной в моей судьбе, в моей жизни. Но когда Бог дал мне вкусить, написано вкусите и узнаете, как благ Господь, когда Бог дал мне вкусить эту сладость общения с Богом, когда ты растворяешься, когда напряжение, когда давление, когда все сложности и проблемы, ты чувствуешь, что ты перекладываешь на Него, когда ты чувствуешь, что ты как бы в объятиях Отца, ты можешь по-настоящему покоиться. Этот глубокий мир, и радость, они вытекают изнутри. Я снова и снова хотел переживать и переживать и переживать это. Друзья, есть два момента, которые удерживают нас от этого секрета. Я хочу повториться еще и еще раз. Секрет поклонения состоит в том, что ты переживаешь наслаждение, общаясь с Богом. Поклоняясь и ты входишь в Его присутствие и Его благодать, Его ответ, Его исцеление, и Его присутствие наполняют тебя. И ты получаешь, ты переживаешь наслаждение. Есть два момента, которые удерживают нас от этого секрета. Первый из них это религия. Друзья, религия всегда сбивает фокус. Религия говорит о том, что теперь тебе нужно работать на своих усилиях, на твоих делах, на твоих жертвоприношениях. Ты сам должен заработать благоволение Божие. Помните историю с блудным сыном? Он все расхитил, все потерял, все абсолютно. В таком состоянии, когда он был голодным и готов был вкушать рожки, вот эти свиные. Ему пришла мысль, я пойду к отцу, встану, пойду к отцу. Возникает вопрос, откуда у тебя такая мысль пришла? Как она могла прийти? Друзья, знаете как? Он знал сердце отца. Он хотел вернуться и быть с отцом. Ему все равно уже. Он понимал, что он потерял сыновство, но он хотел вернуться и быть с отцом. Он оценил наконец-таки пребывание с ним. И вернувшись, он наслаждался присутствием отца и семьи. Религия уведет тебя от наслаждения. Известный анекдот советского времени, да, принимая человека в партию и просит от него, чтобы он пообещал вести моральный образ жизни. Говорят, отказываешься от пьянки? Да. От курения? Да. Жене не будешь изменять больше? Нет. А потом вопрос, а за партию жизнь садашь? А он долго не думал. Сказал, адам, зачем мне такая жизнь? Никаких удовольствий нет. здесь такая мысль есть. Некоторые люди думают, что прийти к Богу означает, Бог отрезает тебя от всякого удовольствия или от всякого наслаждения. От греховного – да. Оно тебе, оно тебе не нужно. Оно отпадает от тебя. Оно изнутри тебе противно становится. Ты получаешь настоящее наслаждение в поклонении Богу. Помните Марию? Она сидела у ног Иисуса, она избрала благую часть. Она просто сидела и впитывала, и впитывала, и впитывала. Религия как система часто говорит тебе, ты должен, ты должен, ты должен, и не говорит тебе, что прежде всего ты любим, ты принят, ты в присутствии Божьем, и ты не получаешь наслаждения, а от тебя надо что-то, что-то и от того, и от того отказаться. Не ставьте телеку впереди лошади. Дайте вкусить, как благ Господь. Если ты никогда не переживал Его благость, попроси, чтобы Он пришел к тебе, скажи, я хочу пережить. О чем это пастор говорит? Говорит о каком-то наслаждении, а я никогда не переживал это наслаждение. Для меня похожество в церкви – это всегда серьезное что-то, просто серьезное. Я не знаю, что такое наслаждение. Что такое наслаждение? В аду не хочу быть, поэтому хожу в церковь. Нет, не так. Да не так. Абсолютно не так. Первая религия удержит нас от использования этого секрета. Второе – это дьявол. У Клайва Льюиса, известного христианского мыслителя и писателя, есть такие заметки. Он назвал их «Письма Баламута». Я хочу вам некоторые мысли взять оттуда. В этом произведении есть один интересный момент. Старший бес, демон, это Клайв описывает, старший демон, бес, общается с младшим, который только что пришел от выполнения задания на земле. И младший говорит старшему, давая отчет об одном христианине. Он говорит так, он приблизился к врагу, мы его потеряли, к врагу, то есть к Богу, к Иисусу, да? Почему, спрашивает старший? Он говорит, ну, по двум причинам. Первый из них, он начал вставать раньше, прогуливаться и думать во время прогулки о Боге и о своей душе. И вторая причина, когда он читал Библию и другую книгу, он размышлял, молился и проводил время, читая Слово Божие. И старший бес делает замечание младшему и говорит, ты допустил ошибку. И ошибка твоя была в том, что ты позволил ему насладиться его утренними прогулками. если бы ты подкинул ему мысль, что прогулки нужны ему для того, чтобы сжигать калории, чтобы он, то он скоро бы возненавидел эти прогулки, ходил бы и считал бы, сколько калорий он сжег, сколько шагов он сделал. Но ты позволил ему наслаждаться и рассуждать. А когда он садился за Библию, читал и молился, то ты позволил ему наслаждаться присутствием врага нашего, то есть Бога. И читая Библию, молясь, он наслаждался присутствием Божиим. А если бы ты подкинул ему мысль, что тебе нужно читать Библию и молиться только для того, чтобы у тебя с Богом было все хорошо, то очень скоро он даже учил бы наизусть, цитировал бы эти слова, но он возненавидел бы и Библию, и Церковь, и Бога, и все. Но так как он получал наслаждение, он приблизился к врагу. Друзья, вот в чем секрет, вот почему ты здесь. Не потому, что сколько раз мне нужно прочесть, чтобы я не попал в ад, а потому, что ты получаешь от Господа ответ и наслаждение. Я хочу сделать еще одну мысль, дать вам здесь, друзья, хвала. Что такое хвала? Наш мир наполнен хвалой. Любовники хвалят друг друга, читатели хвалят своих писателей, люди, которые ходят по улице, хвалят природу, игроки свою любимую игру, любители футбола, свою любимую команду. Мы восхищаемся качественными покупками, когда мы купили новый телефон, мы говорим, о, какой классный, посмотри, какой я купил, а какой у тебя, а у меня вот такой. Мы хвалим своих героев, преподавателей, родителей, детей, иногда даже политиков хвалим, что-то редкое, да, в нашем обществе, но тем не менее, я хочу сказать, что хвалой наполнен весь этот мир. И что самое удивительное, что причина, по которой люди хвалят, потому что они восхищаются, потому что им нравится, а когда они хвалят что-либо, они как бы других вовлекают в это восхищение. Если бы я превозносил бы марку телефона, которой я пользуюсь, то вы бы подумали, ну, наверное, на хорошее, потому что пастырь пользуется им, и я бы такой себе купил. Знаете, что такое хвала? Хвала, это когда мы вовлекаем других людей в тот процесс восхищения Богом, который есть в нашем сердце и в нашей жизни. И зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы дополнить или завершить наше наслаждение. если ты просто переживаешь Бога, если ты просто наслаждаешься им, но ты не хвалишь его, ты не рассказываешь другим, ты не говоришь, пойдем, я покажу тебе, пойдем со мной, ты переживешь то же самое, что я пережил, то ты становишься одиночкой, который переживал наслаждение от Господа, любишь Бога, но при этом никого не вовлекаешь. Я спрошу, у тебя когда-нибудь были глубокие переживания Бога? Ты наслаждался им? У тебя было так, что ты не хотел бы, чтобы это прекращалось? Сегодня утром было потрясающее поклонение здесь, и я, если честно, не хотел бы, чтобы оно прекращалось. Я подумал, мне надо проповедовать, а пусть бы мы так остались. И еще, и еще. У меня было так, что меня фактически поднимали, я даже физически встать не мог. В Библии столько мест в Писании сказано, что они упали в присутствии Божьем. Почему? Даже тело расслабляется в присутствии Его. Ты получаешь такое удовольствие, что даже мышцы твои не могут удержать тебя. Ты просто падаешь в Его благодати, в Его удовольствии. Приходишь ли ты к Богу только потому, что тебе что-то нужно, или ты ищешь, чтобы насладиться им? Когда дело доходит до поклонения, будь до твоего личного или общего в собрании, какие мысли посещают тебя? Думаешь ли ты, о, классно, что мы вместе сегодня? Или ты посмотришь, скажешь, у него новая прическа? Или у соседа твоего там что-то изменилось? Или ты рад тому, что ты можешь поговорить с Богом, поговорить о своих проблемах, попросить у Него о чем-то? Или ты смотришь на это, как на время твоей эмоциональной разгрузки? А возможно, ты рад тому, что ты можешь насладиться общением с Ним? Еще один вопрос. А у тебя сразу получается наслаждаться им? Или тебе нужно время, чтобы ты вошел? Я хочу дать вам три момента, что делает с нами присутствие Божие, Его наслаждение, Его прикосновение. Первое. Оно меняет нас. Оно меняет нашу мотивацию. Зло, гнев, раздражение, напряжение, месть, желание достичь цели любой ценой, доказать свою правоту. Вдруг уходит. В Библии есть столько историй. Одна из них – Саул. Он был движим злом, чтобы убить Давида. Попал в сон пророка в присутствии Божия, опустилась. И все, и он другой. Его сердце размякло. Апостол Павел описывает свою жизнь. И он говорит о том, что ему пять раз было дано по сорока ударов без одного. Три раза его били палками. Однажды камнями побивали. Три раза терпел кораблекрушение. День и ночь пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единопламенников, в опасностях от язычников. И можно продолжать дальше. И хочется спросить, Павел, а может, хватит уже? Сколько можно? Тебя ж убьют. Что-то будвижит вообще. Почему ты такой неутомимый? Какой мотив твой? И он скажет, он скажет, для меня вся жизнь это Иисус. Для меня вся жизнь это Иисус. Давайте все блекнет. Это Он. Это Он, мой мотив. Я хочу угодить Ему. Живу ли я, умираю, хочу быть Ему угодным. Второй момент, что происходит с нами в присутствии Божьем, оно приносит нам исцеление и целостность. Малахии, 4 глава, 2 стих. А для вас, благоговеющих перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Вы знаете мою историю? Я однажды был на собрании, мне было 15 лет, и я на тот момент, когда я был на том собрании, был очень сильно больным человеком. У меня был сколиоз второй-третьей степени, и врачи говорили, что очень скоро, скорее всего, при резком движении мой позвонок может выскочить из места, и я окажусь в инвалидной коляске. И мы пришли в самом конце, когда заканчивалось собрание, это было в другом городе, пока отец нашел, и на последней молитве через одну сестру Бог проговорил ко мне, и Бог сказал, я исцеляю тебя. Через месяца полтора-два я пришел на комиссию медицинскую, военкомат, и врачи обследовали меня и сказали, что все по-прежнему. Я помню, когда я вышел оттуда, я шел пешком, я не видел людей, я просто ревел перед Богом и думал, как это объяснить? Эта женщина не знала, это был явно Бог. Я переживал Его присутствие, я переживал тепло, она то ли коснулась, то ли провела по моей спине, но я переживал что-то, это был явно Бог. Как это объяснить? Но я все такой же больной, и я шел, никого не видя. Пока кто-то не тронул меня, я поднял голову, это был один из братьев, старший чуть-чуть меня, позже мы стали близкими друзьями, и он наставил меня. Он говорит, что с тобой? Ты почему такой раскисший? И я тут же все ему рассказал. Я так благодарю Бога за то, что Бог через него проговорил ко мне. Он сказал, в твоих руках сейчас выбор. Или ты начнешь славить Бога и верить, или ты скажешь, ничего не произошло. Это какая-то ошибка, я не могу ее объяснить. Эта женщина не знала меня точно, и это было что-то сверхъестественное, но ничего не изменилось, ничего не изменилось, и перестанешь верить. Он сказал, это как будто ты сорвал стоп-кран в несущемся поезде. Ты сорвал стоп-кран, но пусть все еще летит, и какое-то время нужно, чтобы он остановился. Он меня так собрал, и сказал, тебя зависит. Следующих 5-6 месяцев я молился каждый день несколько раз одной молитвой. Я благодарю тебя, я славлю тебя за твою исцеляющую силу, что ты исцелил меня. Я славлю тебя, я благодарю тебя. И там, где я жил, в коридоре стояло зеркало, и напротив зеркала я карандашом отмечал свой рост, и в течение 5 месяцев я вырос. И когда я вырос, и через полгода я пошел снова на призывную комиссию, вы не поверите, но это правда, они признали меня годным, здоровым, к военной службе. Я служил 2 года в армии, абсолютно здоровым человеком. Исцеление, и целостность приходит в присутствие Божьем. И третье, в его присутствии ты слышишь его голос. В его присутствии он говорит тебе. В его присутствии голос, суеты, эти все голоса, которые вокруг, и соцсети, и новости, и радио, и там телевидение, и все соседи, там кто бы то ни был, начальник, близкие, родные, так много голосов, так много голосов вокруг. И все эти щиты, рекламные, везде, все везде претендует на твое внимание, но в его присутствии все это замолкает. И ты слышишь голос возлюбленного твоего. Я жажду Бога. Как достичь этого? Жаждать и хотеть. Давайте склоним наши головы в молитве сейчас. Отец Небесный, мы так хотим переживать Твое присутствие. Нам так ценно, Господь, Твое прикосновение. Господи, мы хотим наслаждаться Тобой, не наслаждаться чем-то греховным, земным, временным. Господи, и мы знаем, что в поклонении Ты приближаешь нас к себе и даешь нам пережить Тебя. И цель поклонения, Господи, не в том, что Ты нуждаешься в этом, а в том, что это путь, которым Ты хочешь вовлечь нас в свою благодать и в свое присутствие, где мы переживаем Тебя, где происходят сильные перемены с нами и в нашей мотивации, и в исцелении, и мы слышим голос Твой. Я молюсь о каждом человеке. Дай нам снова и снова переживать Тебя, Отец, во имя Иисуса. Аминь и аминь. Давайте встанем, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok